what the fuck is this точнее не скажешь на очереди у нас пятый эпизод пятого сезона mental pony friendship is magic thanks for the memories танкую за воспоминания на самом деле здесь естественно переводимая игра слов но суть в общем-то не в названии серии суть в ее содержание которого есть одна проблема немногочисленные которые очень любят топить некоторые другие произведения здесь одна единственная очень такая большая и голубая проблема это rainbow dash потому что этот персонаж это главная проблема всего этого эпизода в общем-то от вполне заслуженной сценаристки нашего сериала синди муро она отсутствовала в общем-то во время четвертого сезона не было эпизодов от этой сценаристки тем не менее в предыдущих сезонах она проявляла себя не то чтобы очень плохо были конечно эпизоды послабее нас тоже бабсит например но в общем-то ниже определенного уровня она не падала здесь же эпизод тоже в общем-то хороший если отрешиться от одной очень очень большой его беды от которой отрешиться лично мне не получилось и в общем-то даже повторные просмотры того же самого эпизода он как бы ситуацию хоть немножечко изгладил но не так уж сильно как хотелось потому что до стали заметно как бы может быть некие другие даже косяки но давайте обо всем своим чередом и начинаем мы традиционно сюжета предупрежу сразу серия представляет собой определенную такую аллюзию на 5 стадии принятия утраты принятия может быть даже смерти это модель элизабет кюблер рос ну так собственно говоря если вы вдруг не в курсе то это отрицание гнев торг депрессии и в конечном итоге 5 стадия принятия собственно все эти пять стадий по идее у нас проходит rainbow dash по какой причине дело в том что она замечает что ее любимый питомец тэнк начал себя как-то не чуточку странно вести ее любимая черепашка немного медлительным вот эта неожиданность но кроме того что она медлительна она начинает активно зевать и вроде бы даже как-то готовится к ко сну rainbow dash в этом эпизоде показано не очень далеко так что слово спячка и не очень знакомо поэтому и приходится обратиться сперва к айлад спаркл потом к флаттершай чтобы они в общем-то разъяснили да действительно ее черепашка готовится как и другие черепашки к спячке к зимней спячке дело в том что в сериале наконец-то решили поменять время года как оказывается по меркам сериала за сезон прошло что-то около года то есть с момента получения питомца это как бы первая зима для танка 1 зима для rainbow dash в компании танка соответственно она впервые сталкивается тем что ее любимая да черепашка повторюсь должна поспать как бы это банально не звучало но вот здесь начинается как раз таки первая часть из всего пятиэтапного процесса отрицания на дает нет не отдам мой танк буду сама на нем кататься она решает что вот ни в коем случае он не должен засыпать поэтому вы все вокруг не правы не должны говорить слова на букву с спячка они то что некоторые может быть подумали и соответственно упирается по саму небыруся злиться на своих друзей собственно говоря действительно переходя уже во вторую стадию в гнев и гнев там в общем-то весьма такой экспрессивный как у rainbow dash в общем-то и положено но она на этом естественно не останавливается потому что она решает пойти дальше она решает отменить зиму и таким образом как бы достигнуть необходимого результата то есть зима не будет зима не будет и танка спать тоже не будет будет танка вместе с ней развлекаться хорошо хорошо у нас следует веселенькая естественно песенка о том как она любит свою черепашку это немножечко чрезмерно то что она прилетает там сквозь сердечко и в духе все в таком кей ладно не буду придираться не буду идти по пути льва гринберга который тому смотрел некие другие аллюзии не сконите аллюзии как мне кажется она решает попробовать действительно устранить зиму просто вмешиваясь работу других погодных пони саботируя весь процесс но этого оказывается недостаточно то что на каждый шаг естественно кучу-кучу-кучу погодных пегасов они делают гораздо больше чем она на единственное да кастерин будешь не настолько суперскоростная она решает тогда нами нанести удар самые как бы эпицентр тьмы ну или эпицентр снега в данном случае не центр погоды потому что клаудсдейл вот это собственно говоря летающая твердыня пегаса фанакаса твердыни которая действительно летает по всей квестрии устраивает там различные погодные вот эти вот переходы то есть она подлетает поближе к паневилю и начинает производить снежные облака чтобы ими там заполонили небо и так далее ну достаточно интересный на самом деле ход до которого в общем-то додумались и не только вторым но и некоторые естественно фанаты были такие фанатские гипотезы но вообще получилось достаточно красиво интересно и в общем-то стало чуть более понятно как же они так быстро доставили ту же самую воду например хюрикейн флаттершай то есть там она вроде бы летела не так далеко а клаудсдейл действительно видимо просто перемещался на тот момент поближе логично логично собственно весь момент с саботированием зимы является третьей стадии определенным торгом то есть вот вот я не приведу вам зиму вот вот зимой не будет я отменяю ее ну и соответственно танк тоже спать не будет с башь на башь как бы да такое получается то что это в общем-то делает погодная пони которая должна в общем-то за приход зимы отчасти отвечать на это как-то авторы слегка забивают как забивает практически дальше на логику целиком полностью окончательно потому что дальше дэш проникает в погодную фабрику дальше начинает играть пент какая мелодия и решает опустошить резервуар с водой чтобы не было материала для производства облаков все это течение как говорится различных стать приводит к натуральной катастрофе фабрика называющийся именами просто разрывается взрывается на хрен и и там я не знаю сколько пострадала при этом обитатели клаудсдейла но видимо нам не до этого потому что поневиль накрывать снегом это самое важное что поневиль накрыла снегом то что черепашка все-таки хочет спать это вот важнее то что там разрушение смерти гибели и так далее нам на это должно быть наплевать мы смотрим мультики не переживайте дальше у дальше начинается 4 стадии депрессии что она лежит в обнимку со своим любимым танчиком да это идите все все у меня хорошо отвалите вообще вы не нужны вот здесь собственно появляется наконец-то полноценно основная шестерка который до этого было где-то там слегка так фоном то на там есть это с мэйн секс 5 из мэйн секс они вроде там как-то даже что-то пытаются ей помогать но они как-то очень-очень-очень фоно то есть на тот момент очень тоже наверно можно было заметить что с рейн буду что-то сильно не так можно было как-то чуть поактивнее включиться но в общем-то проявлял себя основной только флоттершай и в общем-то именно флоттершай в данном случае говорит правду в глаза то что называется что this winter will be petless for you что эта зима будет для тебя беспитомцевская не знаю как это правильно перевести но как-то в таком смысле что эту зиму тебе придется как-то перекантоваться в городом одиночестве то что у rainbow dash хватает друзей то что этих друзей хватает питомцев то что у долбаный флоттершай там целый долбаный зверинец и если rainbow dash захочет она может взять там найти несколько месяцев еще одного питомца просто чтобы заботиться о нем если и так приспичило в этом авторы забыли потому что видимо у нас теперь у rainbow dash и танка какие-то очень супер-пупер доверительные отношения не друг друга друг без друга просто нафиг не могут окей я начинаю понимать куда клонила лев гринберг со своим обзором и третьей гипотезы скажем так но вот после того как она начинает громко-громко наши то не плачет даша плачет в данном случае даша плачет 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 вместе с ней практически все остальные пони apple jack вся плачет внутри подражая соответствующему рассказу а место кто не плачет от вас паркер которая сохранил некие остатки интеллекта на тот момент и спасибо и за это то что это было единственно страху какого-то я не знаю и разума во всем этом океане полного безумия и деградации то что это было конечно выглядело очень странно огромная рыдающая гора пони да я только что произнесу то вслух как бы то ни было как будто не было проплакав все свои слезки маленькая голубая пони с радужной гривой я теперь буду так называть она принимает то что наверное все таки то что питомец поспит три месяца это ну придется с этим как-то смириться чизос краист ну и на этой ноте серия по сути заканчивается то что танк укладывается спать а маленькая голубая пони с радужной гривой начинает читать ему сказочку о даринду рассказ о даринду чтобы как говорится помочь ему заснуть вот здесь все брони просто умиляются это так мило умилялись они на по еще до этого когда у рейнбудэ штапочки видеть черепашечек а у черепашки виде рейнбудэ штапочки это как мими-ми-ми господи ты боже мой мне еще что-то надо говорить по поводу сюжета сюжет был глупый называя вещь с именами он глупый он глупая по он даже наверное по детским меркам я на немножко забегая вперед но и давайте я наверно сразу расставлю как бы точки надью я понимаю что может быть отчасти синьё муром и коллектив авторов подразумевали что некую аллюзию на тему утраты питомцы утраты близко утраты кого бы то ни было и в общем то под таким углом если смотреть все вот эти вот на самом деле совершенно какие-то не нереалистичные и какие-то чрезмерные страдания рейнбудэш ее попытки там просто доходящие до какого-то безумства они отчасти объясним они отчасти объясним и так как все-таки ри элемент верности она не хочет расставаться сама по себе она достаточно эгоистичная эгоизма тут и из нее предохренище естественно в принципе это ну кое-как все-таки объяснимо но то как это было подано в самой серии через вот этот сюжет она одно с другим не сочетается просто-напросто не идет одно к другому не идет эта тема к детскому мультсериалу и то что вы закупливаете это в какую-то сахарную вату в результате опошляет эту тему ты невозможности она делать ее просто я не знаю я сильного уровня нельзя так делать не получается не стыкуются одно с другим поэтому получает всякие дополнительные трети гипотезы появляются какие-то интересные прочтения что на самом деле рейнбудэш кого-то потеряла в детстве вот у нее на самом деле кто-то из родителей наверно умер вот написать надо же как-то подогнать этот сюжет под наших головопушки бог ты мой бог ты мой эта серия была плоховато отсылки и интересности давайте пройдемся сперва по ним прежде чем я буду что-то будут подводить итак отсылки и интересность стоит отметить что этот эпизод оказался уже гораздо более богатым на разнообразные отсылки взять хотя бы его название thanks for the memories или если правильно произносить finds for the memory именно так называлась известная песня 1938 года в исполнении боба хопа и ширли росс я уже упоминал о так называемой модели кублер росс с пятью стадиями принятия утраты но я думаю что уместно отметить ее еще раз да именно так был построен в данном случае сюжет несколько неожиданно увидеть отсылку к достаточно взрослому мультсериалу а именно южному парку когда рейте в компании других пони готовит животных приближающейся зиме он раздает им симпатичные шапочки так вот эти шапочки являются по сути собственностью таких персонажей как картман стэн и кайл именно из южного парка зловещая улыбочка рэнгу дэш в конце первой части вполне прозрачный намек на персонажа гринча с почти такой же улыбкой только естественно из мультфильма 66 года они из более современного фильма с джимом керри замечательный скетч с пегасами который обыгрывает их достаточно значимые имена является отсылкой к классическому скетчу who's on first кто на первой базе который разыгрывали комики эббот и костелло наиболее близким отечественным аналогом будет небезызвестный а вас во время проникновения на погодную фабрику клаудсдейла можно расслышать некую мелодию достаточно сильно смахивающий на заглавную тему фильма миссия невыполнима ну и конечно же одна из самых заметных отсылок на весь эпизод эта строка диалога которую произносит твайлайт winter is coming зима приближается учитывая популярность сериала игра престолов достаточно легко догадаться что именно оттуда она и позаимствовала где она появилась очередь из книги самого автора ну и конечно же конечно же на всеми любимые дерпи опять-таки участвует в данном случае уже в подготовке к зиме плюсы и минусы опять же я люблю посмотреть свою волшебную бумажку где у меня плюсов не очень много вот минусов многовато поэтому поставить все-таки немножко как бы выборочно говорить потому что ругать серию на самом деле очень прост она очень глупая называешься именами она просто идиотская но в то же время позитивные моменты в ней тоже есть эти позитивные моменты мне бы хотелось отметить наверное все таки начнем с негатива чтобы как бы дать выход эмоциям опять-таки если воспринимать всю серию без аллюзии на вот эту тему утраты на эту найти 5 стадий принятия утраты и так далее так далее утраты траты траты то все поведение дэш конечно выглядит совершенно безумным натянутым и так далее чем-то все это смахивает почему-то об этом забыл эту минут на lesson zero потому что точно так же twilight sparkle не написала письмо селесте пустяк да но она делает из этого big deal большое дело до большую как бы проблему и начинает вокруг этого как бы строится все последующие события эпизода где она сама себя запихивает просто какой там совершенно безумные трагичные так далее положение здесь ситуация немножечко обратно то что по идее вот тоже rainbow dash запихивать себя вот в это безумные трагичные положения там срывает зиму угодит другим пони взрывает фабрику и так далее так далее и по идее вот это ёпка должно это было где-то клюнуть в попу как говорится но нигде это в попу и и так не не клюнуло то есть мы смотрим о бедненькая rainbow dash она так печалится что расстается своим танчиком а танчик в таком голубеньком халатике это все так ми 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 ня 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 господи я понимаю что я смотрю детский сериал такие моменты очень печальные моменты так что к сожалению даже весь бзик rainbow dash он выглядел из этого немножечко фальшиво и ее действие они получились какие-то такие вот реально без без реальных последствий я понимаю что хронометраж не резиновый необходимо было как-то и вставлять и двухминутные двухминутные рыдания двухминутные рыдания так и печально надо было вставлять песенку надо было вставлять тот гэг с пегасиками и так далее надо было все это пихать в серию а вставить какой-то нормальный ей щелбан по лбу за то что она такая дурочка вот на это время зенит не хватило спасибо основная шестерка как мне кажется тоже могла бы несколько но сообразить что что-то идет явно не так когда ее подруга прячет там лыжи под листву и так далее так далее я понимаю что это делать у наверное не у всех на виду но мэн секс как-то очень вовремя оказывается в нужном месте то что называется вот они вся четверка кроме рендж пинки пайс следят за тем как на дэш и пинки пай тут ссориться оказались они в это время в нужном месте как говорится отлично и точно вот такое же вот появление опять таких в самом конце когда вот они приходят пожалеть rainbow dash ну при подбодрить окей подбодрить ну где-то ну давай мы тебя пожалеем тоже ну вот тебе печальный мы с тобой попечалимся это было не очень хорошо сомнительный урок на самом деле финал эпизода при все его на самом деле но определенной удачности будем говорить напрямик я не буду сгущать здесь краски это было действительно красиво и в чем-то даже мило но вот этот финал когда вот если ты его начинаешь немножко обдумывать с позиции как раз таки аллюзии на смерть да о с твоим питомцем что-то случилось закопай его в землю и через три месяца он прорастет вылезет обратно и вернется и съест твои мозги наверно это довольно сомнительное морали если говорить о детской аудитории что вот ну закопали мы этого у котика в земельку ну ничего страшного скоро будет новый котик еще лучше прежнего нет нет не будет котик лучше прежнего ну давайте наверное не буду уж так уже затоптаться по поводу серии потому что плюсы были и плюсы в общем-то заметны серия классно смотрится она очень броская визуалка во время музыкального номера тоже просто превосходно фабрика радуги классно как бы показано то что там происходит много деталей много отделений там вот вот здесь у нас в баночках хранятся молнии как варенье здесь у нас там производится облака и так далее так далее то есть очень классно это очень визуально красиво выглядит и это точно также очень плавные движения rainbow dash классные мордочки конечно же это 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 то чем слайд сериал выражение на лицах персонажей они тут просто в очередной раз были отличными парочка действительно удачных шуток буду откровенен та же перепевка кто на первой базе who's on the first ну или нашем как говорится про чтение о вас это перепевочка на поняшный лад она получилась может быть немножко запоздал и но на самом деле очень классный потому что clear sky open sky fluffy clouds да вот это разыгранная сценка она получилась она получилась запоминающаяся она действительно классно обыгрывать специфику сериал не всегда нравится такие моменты которые используют сеттинг сериал необычный да тут то что именно этих разноцветных лошадей они имеют какой-то под собой ну смысл то что называется да там тварь от спаркала сумеречная искрака и так далее здесь наконец получается что авторы это классно обыграли и мне это естественно понравилось точно также мне например понравилось то что было много отсылок к предыдущим событиям забег и листьев погодная фабрика та же самая возвращение клауд сделала путешествие его по воздуху и так далее так далее то есть такие вот маленькие отсылочки к предыдущим событиям до те же самые приготовления животных многие другие моменты вообще приятно было видеть возвращение зимы я надеюсь что в последующих эпизодах она еще ну как бы этот сеттинг будет появляться то что оно классно смотрится в данном случае то есть в принципе визуальная аудио сторона песня я не могу сказать что самая запоминающаяся но она неплохая и она в общем-то пришлось ровно на тот момент когда она действительно была нужна то есть удобно показывать монтаж именно под какой-то музыкальный номер то есть рэн будешь там что-то делает и в это время поет летает так далее это было показано хорошо то есть с этой стороны в общем-то претензий не так уж много и если отличься вот от того как была показана рэн будешь и как были показаны эффекты его воздействия на окружающий мир все было сделано хорошо диалоги остроумные даже этот winter is coming и так далее так далее может быть немножко запоздал но опять-таки это было в тему это отмечено фанатами это фанатам понравилось понравилось даже мне в общем-то так что с этой стороны придираться к серии у меня смысла достаточно мало у меня есть смысл придираться опять-таки сюжет ну давайте попробуем подвести некую итоговую черту и выдать этой серии оценку итоги серия вышла разумеется весьма своеобразно тут как говорится двух мнений наверно быть не может я видел много абсолютно восторженных отзывов господи 10 из 10 такая мимишная рэн буда я мы увидели новую сторону более мягкую более трогательную вот танк такой замечательный все замечательно все супер-пупер но почему-то об этом как бы что-то об этом как бы говорят далеко не все фанаты почему-то далеко не все фанаты находят эту серию действительно замечательный я в общем-то все замечательно не нахожу никаким местом у нее есть сильные стороны она очень красиво выглядит она очень хорошо звучит и динамика та же самая в общем-то тоже на уровне хотя повторюсь прорисающие места есть даже сцена с рыданиями она была затянута это ощущалось и та же самая шутка с пегасами и с их именами она несмотря на всю удачность тоже не показаны чуточку под затянутой такое ощущение что какой-то одной сцену как говорится не достает в эпизоде и вот как бы вот эту лакуну эту нишу попытались заполнить стаскивая края общего полотна вместе потом их кое-как сшивая и получилось не так гармонично как может быть хотелось бы тем не менее эпизод эпизод на мой взгляд все-таки заслуживает оценки средний то что для меня оказался именно таким средним он не вызывает отвращения прямо нет ни в коем случае это гораздо лучше например чем может быть даже rainbow falls где авторам пришлось такого вытворять такого вытворить с персонажами что я лучше не будут здесь пострадала по большому счету логика только одного единственного действующего лица и то есть rainbow dash и но можно попытаться как-то подтянуть что ну вот она действовала неадекватно потому что вот она так беспокоится своим маленьком питомце и вот только она начала мыслить адекватно когда она вот в общем то приняла то что и придется расстаться с танком как все стало на своем месте моментально и даже вот это такая мирная спокойная концовочка когда на показ ну вот все ведется как бы хорошо все идет спокойно все пони в общем то приняли и приход зимы и ринглэш приняла то что там кто же пойдет спать она в общем то здесь как бы пытается нам дать такой намек что ну вот все как бы стабилизировал все вышло пришло в норму наконец-то но то что происходило до этого я просто не могу об этом забыть и моментов поведения лингу дэш абсолютно на самом деле опять-таки я видел много аргументов которые сводились к тому что она очень 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 сильно заботиться о танке она очень 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 нему верно но сцена на той же фабрике где просто привязывают его к лампе и улетает по своим делам там наплевать что там с ним будет господи то там попадет в вентилятор перимеет наплевать господи то есть вот такие вот никакие моменты в ее обращение с ним когда там на палатке его дергать сквозь дверь там и так далее они выглядели не очень-то любвеобильно они выглядели достаточно на самом деле жестоко и rainbow dash не выглядит здесь какой-то вот такой вот уязвленные бедные вот давайте пыш все пожалеем ее что на утро стоит с питомцем она выглядела на самом деле то еще с засыранкой и когда на ее лице появляется улыбочка гринчи она там абсолютно к месту на напоминает вот именно этого такого на самом деле неприятного персонажа она действительно неприятный персонаж в этом эпизоде просто-напросто она натуральный антагонист ну и так задумайтесь пытается сорвать работу других о не пытается повредить чужое имущество наносит огромный урон рычит на своих подруг и так далее так далее что здесь ее поведение было вообще позитивным что в ее поведение здесь было вообще близко к ее персонажу какими я ее видел например хьюри кейн флаттершай ничего общего абсолютно ничего персонаж который до этого мне казался в общем-то наконец-то нашедшим некую такую вот в общем-то линию поведения а эта линия здесь просто ушла вообще в никуда да конечно не были скажем так далеко не лучший момент в той же серии например трейдия когда она поменяла флаттершай просто из эгоистичных побуждений она остается эгоисткой и эти эгоистичные побуждения могу принять за ней но тогда не надо лепить из нее какого-то персонажа страждущего обиженного и так далее тогда давайте делать действительно новый lesson zero где последствия клюют тебя в попу причем в общем-то по твоей же собственной инициативе и тогда я бы это отчасти принял но в таком прочтении как сейчас мне тяжело вот это проглотить так что три балла очень средне к сожалению серия которая могла бы быть действительно отличный если бы авторы немножечко чуть получше продумали сюжет ну или постараюсь его сделать чуть повзрослее или наоборот чуть более детский зачем это тема смерти в мультсериале не на определитесь уже что вы делаете для кого и всем будет счастьем как мне кажется по крайней мере с вами был убой до новых встреч